Друзья, всем привет! С вами канал Observer, меня зовут Артём и сегодня у нас в обзоре линейка биноклей от российского бренда Weber, а именно модели Weber Nature Russia. Поехали! Бинокли Weber Nature Russia являются приборами среднего ценового сегмента и за свою все еще невысокую стоимость предлагают очень приличные характеристики. Кроме того, данная линейка посвящена природе России и каждая из моделей имеет в названии характеристики одного из природных регионов нашей страны. Друзья, давайте переместимся к одному из приборов поближе и посмотрим на эту линейку поподробнее, но чуть позже обязательно потестируем. Поехали! Итак, друзья, перед нами бинокль Weber Nature Russia 10х42 Arctic. Всего в данной линейке 7 различных моделей, хотя если начать углубляться, то окажется, что по сути моделей здесь всего 2. Это 7х20 Altai, который стоит особняком, и 6 моделей 10х42 в различных вариантах расцветки. Arctic, Corellia, Baikal и так далее. Объединяем данные приборы, во-первых, высокое качество исполнения. Корпус у них выполнен из магниевого сплава, а сверху резиновое покрытие, которое придает дополнительную гидрозащиту, а также лучшее сцепление с руками. Кроме того, оптика во всех моделях выполнена из качественного стекла БАК-4 с полным многослойным просветляющим покрытием. Ну, а теперь об отличиях. Итак, 7х20 и 10х42. Как мы помним, у биноклей данные цифры отвечают за увеличение и диаметр объектива в миллиметрах. Соответственно, модель 7х20 имеет 7-кратное увеличение и 20-мм объективы. Это очень компактный прибор, весит он всего 265 граммов и конструкция у него отличается от всех остальных биноклей. Выполнен он по схеме пора, это классический бинокль, к которому мы все привыкли, у которого имеется характерный изгиб между осью окуляров и объективов. Данный прибор 7х20 Altai отличает также широкое поле зрения. 8 градусов или 139 метров на тысячу в линейном эквиваленте. Также он может фокусироваться на близко расположенные объекты. Минимальная дистанция фокусировки составляет всего 1,5 метра. Также есть и свои нюансы. Например, у данного прибора отсутствует резьба формата 1,4 дюйма, которая есть у всех остальных моделей линейки. Она служит для того, чтобы бинокль можно было установить на штатив и вести стационарные наблюдения. Но нужно отметить, что, как правило, у таких компактных приборов никогда и нет данной резьбы, так как нет необходимости устанавливать на штатив столь легкие бинокли. Кроме того, модель 7х20 не имеет функции водозащиты, то есть ее нельзя погружать в воду. Есть только пыли и влагозащита. Соответственно, с данным биноклем можно наблюдать в дождь, снег и во время пылевых бурь. Что касается моделей 10х42, то они выполнены уже по более современной оптической схеме. Так называемые ROOF призмы или призмы с крышей. Особенность данной оптической схемы состоит в том, что у прибора окуляры и объективы располагаются на одной оси. Нет характерного изгиба, что делает габариты прибора, особенно в ширину, достаточно компактными. Помимо качественных линз и многослойного наружного просветления, данные приборы имеют также и просветление на призмах. Так называемое серебряное напыление, которое увеличивает светоотражающую способность и уменьшает потери света при прохождении его через систему. Что, естественно, в лучшую сторону сказывается на качестве изображения. Угол зрения у модели 10х42 также достаточно большой, 7,5 градусов или 131 метр на тысячу. Таким образом, все приборы из данной линейки можно смело рекомендовать для обзорных наблюдений. Помимо пыли и влагозащиты, модели 10х42 отличает и наличие водозащиты, а также заполнение корпуса изнутри азотом. Это говорит о том, что данные приборы не страшно уронить в воду на непродолжительное время. Если вы вовремя достанете их, то прибор абсолютно не повредится. А заполнение азотом предотвращает оптику от запотевания линз при резком перепаде температуры. Например, когда вы выносите бинокль из теплого помещения для работы на холод. Вес приборов 10х42 составляет 600 грамм. Здесь присутствует уже резьба формата 1,4 дюйма. Эти приборы можно смело устанавливать на штатив. Также данные приборы выгодно отличают большое количество оптических элементов в схеме. По 4 элемента в 3 группах для окуляров и для объективов. Такое большое количество элементов требуется для того, чтобы они исправляли друг за другом различные аберрации. Поэтому в теории качество изображения у данного прибора должно быть на высоте. Что мы обязательно проверим чуть позже в ходе теста. Друзья, хотелось бы отметить, что данный прибор сидят в руке очень надежно. Видно, что они сделаны крепко. Кроме того, у модели 10х42 в конструкции сразу два окулярных моста. Что практически сводит на нет любую возможность разъюстировки этих приборов. Из удобств и у модели 7х20 и у модели 10х42, естественно, предусмотрена на правом окуляре диоптрийная подстройка. Она необходима в том случае, если у пользователя зрение на левом и правом глазу отличается по силе. Кроме того, окуляры у всех моделей снабжены поворотно-выдвижным механизмом. Благодаря такому решению пользоваться биноклями могут даже люди, которые носят очки, при этом снимать последние не обязательно. Что ж, друзья, давайте потестируем данные приборы и посмотрим, как они покажут себя в деле. Поехали! Вы видите изображение, полученное с помощью бинокля Webber Nature Russia 10х42. Область, за которой мы наблюдаем, находится на расстоянии 100 метров от нас. И благодаря 10-кратному приближению мы видим ее так, как если бы находились всего в 10 метрах при наблюдении невооруженным глазом. Изображение определенно радует качеством. Хотя выбранный способ съемки камеры через окуляр бинокля не передает той детализации, которую можно увидеть при наблюдении глазом. Яркость, насыщенность цветом, четкость, все на высоком уровне. При этом искажения практически отсутствуют. Прибор определенно порадует даже опытных любителей оптики. А вот так выглядит изображение с нашей точки без какого-либо увеличения. Итак, друзья, как мы с вами убедились в ходе теста, бинокли Webber Nature Russia являются действительно качественными приборами. Отличная оптика, отличная картинка, отличная сборка, очень добротные бинокли. И мне действительно не стыдно их порекомендовать всем любителям оптики. Такие приборы отлично подойдут для охоты, рыбалки и туризма. 10х42 это самые, пожалуй, универсальные характеристики. Все еще небольшие габариты, достаточно светосильные объективы и при этом неплохое универсальное увеличение, которое позволяет вести как обзорные, так и точечные наблюдения. Что касается модели 7х20, то это отличный вариант для тех пользователей, которым нужен компактный прибор, который всегда будет с собой и не обременит вас своими габаритами и весом. Отличный вариант для городского туризма. Не забудем упомянуть, что в комплекте с каждым прибором вы найдете все самое необходимое. А именно чехол из плотного тканевого материала для переноски, широкий ремень для ношения самого бинокля, который продевается в дужке на корпусе, ну и, конечно же, салфетка из микрофибры для протирки линз. Оптика должна оставаться чистой, чтобы радовать вас длительное время. Друзья, я надеюсь, вам было интересно. Не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал, а также нажмите на кнопку колокольчик, чтобы быть в курсе новых роликов на нашем канале, а их будет еще очень много и все они будут интересны, я вам обещаю. Если у вас остались какие-то вопросы или пожелания по тематикам будущих видео, обязательно все это оставляйте в комментариях, мы будем рады общению. Ну а я с вами прощаюсь, всем пока!